Сегодня в штаб-квартире Русского географического общества выбирают фотографии победителей в конкурсе «Самая красивая страна». Этот медиапроект объединил работы и профессиональных фотографов, и любителей. 13 номинаций, которые показывают, насколько большой и разный бывает России. В этом году очень интересные фотографии пришли в раздел «Животные». На многих снимках читаются буквально человеческие эмоции. Наш корреспондент Ольга Князева посмотрела и впечатлилась. Какая страна самая красивая, мы с вами и так знаем. Но увидеть портрет нашей Родины в самых ярких красках и самых невообразимых ракурсах можно только благодаря конкурсу, организованному Русским географическим обществом. Вот как такое снять, размышляла жюри на итоговом заседании фотоконкурса «Самая красивая страна». Медведь бьет лапой по воде. Объектив кажется настолько близко, что вот-вот достанется и фотографу. Куда только не заносило за четыре года существование конкурса его участников. Неугомонная аляпка живет и в воде, и под водой. Но и фотограф не отстает. А это уникальнейший кадр. По словам автора, первое в России фото, снятое в водах дикой природы. Чтобы сделать его, потребовалось три года. Фотограф охотился за мгновением. Когда мы смотрим на фотографии, ведь что важно? Мы имеем возможность размышлять. Движащиеся изображения не дают возможности размышлять. Мы все время ждем изменения. Выбирали лучших в 13 номинациях. В каждой по 10 фотографий. Портрет страны – лоскутное одеяло, где не только высоты и глубины. Звери и птицы, но и люди. Новая номинация «Этнографический портрет России» получилась улыбчивая и яркая. С легким прищуром, но открытой душой. Вот перемена в маленькой школе где-то в Закавказье. А это целый ритуал – ощипывание гусей. Очень важно, чтобы русское географическое общество, имея такое качество снимков, ежегодно выпускало книгу, договариваясь с какими-то международными издательствами. Потому что действительно в текущей внешнеполитической обстановке фотографии страны и, главное, людей передадут тот импульс, которого, мне кажется, им не хватает. Выставки работ финалистов конкурса проходят в Европе. Иностранцам показывают акварельные березовые рощи, долины и холмы, которые фору дадут Тосканским. И все это без единого фильтра, ретуши, корректировки цвета, нерушимое правило конкурса, участвовать в котором может любой человек. Главное, чтобы фото было о России. Вот эту фотографию хочется сказать картину. Сделал ребенок. На следующий год мы для детей сделаем более широкую программу, чтобы они могли участвовать во всех номинациях. Но, естественно, предупреждая и говоря о том, что в этом азартном порыве сделать, надо быть, конечно, аккуратными и осторожными. Но и опасные могут быть забавными. Росомахи разорвут человека в два счета. А между собой вот какие нежности. Это старый солдат, который не знает слов любви, уверяет автор фото. А эту можно вполне назвать дозаправка или привал. Животные, как люди, могут и язык показать, и лапой помахать. У жюри фотоконкурса «Самая красивая страна» сегодня был сложный, но приятный выбор. Все без исключения улыбались. Победителей объявят позже, а награждение пройдет осенью. Ольга Князева, Марат Хабибуллин, Лариса Никитина и Виталий Аниканов. Первый канал.